Субтитры создавал DimaTorzok Ой, Эдуард Владимирович, у вас сегодня праздник? У нас. Присаживайтесь. Вы знаете, встреча с вами для меня всегда большой праздник. Ну, не сюда присаживайтесь. А нельзя ли в честь такого большого праздника объявить такой маленький выходной? Уже объявил. Для Тамары. Поэтому в ближайшие два дня в офисе только вы и я. Поздравляю вас. Сегодня ровный месяц, как мы с вами знакомы. А вы не боитесь, что я могу расценить ваше поведение как неприличное домогательство? Я не боюсь. Мои домогательства, они абсолютно приличные. Извините, просто не смогла быстро сформулировать, что хотела бы сохранить наши отношения сугубо деловыми. Ну, что ж. Хотите деловыми, пусть будут деловыми. Тогда вот вам и дело. Как сотрудницы агентства праздник-праздник-праздник. Организуйте, пожалуйста, праздник агентству праздник-праздник-праздник. Да откроется она когда-нибудь. Нет. Да? И какой это у нас праздник? Праздник. Не у нас, а у меня. Моему агентству ровно месяц, так что работайте. А если мне как заказчику что-то не понравится, я пожалуюсь вашему директору, и он вас уволит. Ладно, уважаемый заказчик, что вы хотите? Торт. Просто торт? Ага. В 8 часов вечера в моем кабинете должен стоять торт вот здесь, с крилом наверху и стриптизершей внутри. Да. И вызовите сюда стекольщика. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое словно вирус. И как и из тоже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идёт и смеётся. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегас с парусами. И в чём же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Из-за этой учёбы я не могу найти парня своей мечты. Очень трудно найти парня, который тебе подходит, когда к тебе никто не подходит. Маш, тебе кажется, что у тебя просто очень высокие планки. Нет, почему же? Мне нужен всего лишь умный, милый, честный, вежливый, спокойный. Чтобы он мог всегда бесхорыстно помочь, чтобы… Маш, кстати, я твою лабораторную доделал. Венек, ну что, не видишь, что я занята? Не перебивай. Вежливый, заботливый. Ой. Машуль, ну что ж ты так, а? Да-да, заботливый. Это ты говорила. И умный. И это говорила. И милый. И это говорила. Вежливый, аккуратный и нежный. Маш, ты всё это говорила. У тебя такие запросы. Лично я таких людей в жизни не встречал. И скромный. Так, послушайте меня, мои молодые, уважаемые гении. И вы, Мария, тоже послушайте. Скоро учёный совет, на котором будут решать, кому из вас достанется президентский грант за лучшее изобретение. Так что, если есть у кого-то какие-то проблемы, обращайтесь. Обращайтесь. Нет уж, своё изобретение я сделаю сам. Самостоятельно. Здравствуйте. Здравствуйте. А я по поводу сегодняшнего корпоратива. А, да-да. Вы, ой, даже не знаю, как назвать вашу профессию, выпрыгивательница из торта. Жанна, а вы, я так понимаю, благотворительное общество, литературное наследие. Нет. Агентство, праздник, праздник, праздник. Извините, это я со следующим заказом перепутала. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Сергеевна, а что у нас с этим праздничным десертом? Торт пекут, а образец начинки вот. Так. Ну-ка. Прекрасно. Прекрасно. Одну секундочку. Самое главное, чтобы заказчик одобрил. Вы знаете, он очень разборчивый. Я его знаю. Да, да. Ой. Сядем, вот он. Здравствуйте. 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 Я ваш заказчик. Помните меня? Да, мне только что сообщили о вашем приходе. Вот ваш сегодняшний заказ с кондитерским уклоном. Ага. Вы знаете, я ожидал совсем другого. Другого? А почему вы мне сразу не могли внятно объяснить, что вам нужен юноша? Девушка, одну секундочку. Дело не в этом. Дело в том, что вас передержали в солярии и в перекси. Как, собственно говоря, и меня. Но я сейчас не об этом. Дело в том, что вы не соответствуете параметрам, указанным в договоре, который, между прочим, мы с вами заключили. Какой договор? Мы не заключали никакого договора. Ну, как же это? Заключали. Вот. Заказчик, подпись моя, директор. Чья подпись? Ух ты, они так похожи. Вот. Что мы имеем в договоре. Танцовщица не моложе 35 лет. А, между прочим, в нашей профессии этот возраст считается пенсионным. А вот в нашей профессии в самый раз. Приятной внешности. Стройная. Рост около 170 сантиметров. Волосы темные. Прямые. Темпераментные. Чувственные. Как ты, Маша, поживаешь? Если что-то нужно, не стесняйся. Возвращайся домой, там все тебя ждут. Вот передай 300 рублей. Ай, блин, проговорилась. На. Что от тебя маме передать? Даш, а вот у тебя бывало такое, что живешь рядом с человеком Дашу в одной комнате, а потом понимаешь, что готова жить с ним рядом вечно, вечно, вечно. Не, Маша, я с тобой не хочу жить вечно. А вот у меня такое, кажется, случилось. Ну, не, ну, я тебя тоже, конечно, люблю. Что ты говоришь? Что люблю тебя. А я что говорила? Что ты любишь меня и хочешь со мной вечно жить. С тобой? А, ну да, конечно. Конечно, конечно. Дашенька, а может, давай чаечку попьем? Да и прости, к сожалению, больше ничего не осталось. Похоже, сейчас и чая не останется. Ты льешь мимо кружки. Блин, что я наделала? Это же был прибор, за который веник должен был грант получить. Привет, девчонки. Фу, встречайте гения, который сегодня ночью доделал асинхронный сублиматор частиц. Фу, фу, а что так гарю пахнет? А, да, меня мама вспоминает, поэтому у меня это, уши горят. Веник, ну что ты стоишь как в столб? Иди к соседям, возьми что-нибудь сладенького. Не видишь, уже у нас гостья. А, что же делать? Что делать? Что делать? Что? Ой, прости, ой, прости, ой, нет, я придумала, ты пойдешь с веником в кафе. Зачем? Устроить там его прибору поминки? Нет, пока я не починю прибор. Ну, в смысле, я пойду в университет, и надо у человека, который сможет починить этот прибор. А давай скажи венику, что у прибора не прошел проверку на водонепроницаемость. А, ну нет, ты что, веник, он же такой ранимый, он такой, такой нежный, такой, ой, он такой замечательный, отзывчивый. Ну что, ну что ты стоишь? Ну иди уже с ним капай. Ты же захотела, что ты меня любишь? Помоги любимой сестричке. Вот, сало, ну, самое сладкое, что было у соседей. Ой, 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 веник, что нам в кафе едят? Пошли в кафе. А, ты меня приглашаешь? Конечно. А, я согласен, только давай я тебе сначала сублиматор свой покажу. Не надо! После кафе покажешь. И, и вообще, ой, у меня, у меня так голова разболелась от этого вашего сала. Я сейчас буду спать. Ага. Да. Спать, спать. Ой, так плохо. Ну, ладно, веник, пойдем в кафе, не будем мешать Маше. Пойдем. Ну, вспомните. Может, у вас есть знакомые с такими данными? Не-а. Скажите, а как он собирается возраст проверять? Ему что, нужно из торта с паспортом выпрыгивать? Ладно. Удастся уговорить клиента на помоложе? Звоните сразу. Нет? Ну, тогда лет через десять я буду удовлетворять его запросом. Извините. Ничего-ничего, я привык. Кто это, Мимфа? Жанна. А, у тебя есть ее визитка? Да, я. Ага. А, что? Наконец-то я встретил женщину, которую так долго искал. Спасибо тебе, Люда, что ты нашла для меня этот клад. Что? И что мне теперь за это? Двадцать пять процентов этого клада? Слушай, Антонов, ты пока искал, не встречал женщину вот с такими параметрами? Вот она. Так это же ты, Люда. Антонов. Да. Кроме всего прочего, она должна выскочить из торта и полуголой станцевать. А я приличная женщина, мать пятерых детей. Ага. А что есть в контракте ограничение по количеству детей, да? Антонов. Да. О! Слушай, у меня кажется, есть для тебя такая знакомая. Она полностью подходит под описание контракта. Ну, насчет того, что станцевать в торте, не знаю, но в салате на столе точно может. Правда? Точно. Антонов, слушай, позвони ей, а? Не, не, ну ты что, я не могу для нее. Я нахожусь в рамках программы «Врачи без границ» уже два месяца в Атеке, спасая детей от кариеса. Слушай, Антонов, если твоя подруга станцует перед моим шефом, моя подруга станцует перед тобой. Звоню я. Звоню. Альберт Эдуардович, вы сказали, что если вдруг у вас возникнут какие проблемы, то вы готовы помочь. Мария, тоже решили поучаствовать. И что же вы принесли? Тостер? Вот. А как называется это чудо? Ну, я еще сама пока не придумала, как его назвать. Это просто потрясающе. Очень интересно. Мы с вашим другом Вениамином пытались собрать нечто подобное, но скажите, но как вам удалось ионизировать гамма-сетку? Я очень старалась. Каждый день ионизировала. Скажите, а он вообще будет работать? А то вдруг я какие-нибудь генера... детальки не так приклеила. Работать будет. Работать будет, но только здесь вот трансформатор в блоке питания полетел. А, знаете, я так и знала. А вы не могли бы его заменить? А то у меня дома как раз трансформаторы закончились. Да, без проблем. Я сейчас только позвоню Вениамину. Скажу ему, что у него появился очень серьезный конкурент на право обладать грантом. Ой, Веник очень расстроится. О, подождите, а кто этот конкурент? Да вы, Маша, с вашим великолепным изобретением. Алло! Вениамин! Вениамин! Да, Альберт Эдуардович. Нет, ну что вы, что вы. Ну, конечно. Нет, я все равно получу этот грант. Да, я абсолютно спокоен. Да, всего доброго. Так, меня кто-то может обойти. Мне надо срочно общаться. Нет, Венчик, ты не можешь так просто взять и уйти. Нам надо еще посидеть, то есть поговорить. Мне надо тебе кое-что сказать, кое-что очень важное. Наконец-то. Говори. Как ты понимаешь, я не случайно пригласила тебя сегодня в кафе. Ты мне… Извини. Да. Алло, Дашка, я уже подчинила. Можешь везти Веника в общагу? Все, пора домой. Да, действия женщин не подчиняются ни математической логике, ни теории вероятности. Коллега, вот этот гений в юбке. В ее возрасте я даже и не предполагал, как можно изобрести что-нибудь подобное. Не расстраивайтесь, я тоже не предполагаю. Повздравляю. Ваше изобретение может претендовать на грант. Ой, да что вы, ну не надо. Да я так от скуки придумала. Мария, вы просто обязаны заполнить заявку на грант. Так. А я не умею. Хорошо, хорошо, мы вам поможем. Это займет не более двух часов. Присаживайтесь. Да, можно мне смс-ку отправить? Даша, что случилось? Я что-то не так сделал, ты так резко поменялась? Ну, просто мне не нравится здешний уровень обслуживания. Молодой человек, вы после того, как поели, забыли сказать волшебное слово. Спасибо. Нет, счет, пожалуйста. Я, я сейчас. Да, да. Смс-ка. Даша, задержи веника еще на два часа. Маша. Блин, а. Все? Можем идти? Куда? Тут же так хорошо. Подожди, ты же только что хотела уйти. Да? Ну, на самом деле я хотела остаться. Ну, такое бывает. Понимаешь? Понимаю. Веник, ты мне за этот поцелуй, ты мне за этот поцелуй должен купить еще что-нибудь вкусненькое. Аксиома, что женские действия не поддаются математической логике и теория вероятности верна. Да. Чего и требовалось доказать. Антонов? Да? А ты уверен, что эта твоя знакомая вообще придет, а? Конечно. Ведь ради нее я приехал на один день в Москву из Африки. СМС-ка. О! Кстати, Ангелина, здравствуй. Я так соскучился по тебе, дорогая моя. Андрей. Что? Почему вы мне ни разу не звонили? Ты знаешь, это очень долгая история. Кстати, познакомься, это Люда, мы вместе с ней были в плену у сомалийских пиратов. Очень. Очень. Ангелина. Да. Андрей, ты ничего не перепутал? Что? По-моему, она такая же танцовщица, как ты, сомалийский узник. Поперь мне. Ангелина, дорогая, давай выпьем за встречу твой любимый напиток. Вермут, точи, Небьянка. Поверь мне, я все помню. Андрюша, я готова на все. Где этот торт? Вон там. Я буду танцевать только для тебя. Прошу. Погоди, но ведь она должна танцевать не для тебя, а для моего шефа. Ничего, ничего, у нас с тобой еще полбутылки. Да, похоже, я опять с дозой переборщил. Ты знаешь, у Ангелина такая тонкая грань между состояниями, когда готова на все и когда просто готова. Отлично. Теперь у меня только два пути. Каких? Либо на биржу, либо в торт. Маша, как головная боль прошла? А все работает. Ой, в смысле, уже прошла голова. Как вы? Да у меня сегодня самый счастливый день в жизни. Я же придумал асинхронный сублиматор квазичастиц. И... Ой, не надо. Да успокойся ты. А, я же вам хотел сублиматор показать. А это разве был не он? Нет, я не собираюсь получать грант за то, что придумал в савторстве с Альбертом. Мой сублиматор под кроватью. Ты не могла бы встать? Я не буду смотреть, как ты одеваешься. Я уже готова. Людмила Сергеевна! Уже без пяти восемь. Людмила Сергеевна! Какой неожиданный сюрприз! Какой вкусный крем! Хотелось бы поскорее бисквит попробовать. Тамара! Тамара, прекратите! Прекратите! Там Тамара! Тамара, я вас упоряю! Ей да! Не хотел бы я быть на его месте. А я на ее. Ну-с, Вениамин, судя по всему, грант ваш. Из всех студенческих работ, которые я видел, ваша почти самая лучшая. По-почти? Да, самая лучшая. Последний момент была почему-то с участием в конкурсе снята. Поздравляю, Веник. Ну, ты что-нибудь почувствовал? Ага. Разочарование. Подожди, то есть тебе не понравилось? А если бы тебе сказали, что у кого-то изобретение лучше, чем у тебя, тебе бы понравилось? А, какая ерунда! Это я уже испугалась. Да это для тебя ерунда. Да потому что ничего не понимаешь. Ты ведь не изобретаешь. Жаль, что вы не участвуете. Вы бы со своим изобретением, ну, однозначно победили. Спасибо, Тамара, что вы согласились выйти на работу в свой выходной. Ой, не за что. Никогда у меня еще не было столь сладкого свидания. То, что началось, то, что и закончилось. А что, прямо в торте? Да. Вот в этом. Здравствуйте. Здравствуй, Андрей. Здравствуй, Эдуард. Людмила Сергеевна, а как вы объясните, что балерины, которые вчера выпрыгнули из торта, мягко говоря, не совсем похожи на ту, которая описана в контракте? А контракт тут ни при чем. Это просто был ваш подарок не как заказчику, а как директору. От любящих сотрудниц. А ваш подарок как заказчику прибыл ровно в восемь, но дверь была заперта. Ладно, на этот раз я вас не уволю, но учтите, что это не последняя юбилейная дата. Приятная новость. Вот так я чуть не получила грант. Да, это только Васнецовы могут ничего не изобретая дважды в день полмать гениальное изобретение. Да, Дашка? Дашка! Трижды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова